Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Конструктивно самоходная гаубица аналогично самоходной противотанковой пушки Носхорн. Однако в боевой рубке вместо 88-мм противотанковой пушки на станке смонтирована качающаяся часть полевой 150-мм гаубицы 1840. Имеющий длину ствола 30 калибров. Гаубица могла стрелять осколочно-фугасными снарядами массой 43,5 кг. На дальность 13300 метров. Поскольку использовали выстрелы раздельного заряжания, ее скорострельность была относительно низкой. Угол вертикального наведения составлял 42 градуса, а горизонтального 30 градусов. Чтобы уменьшить силу отдачи, на часть гаубиц установили дульные тормоза. Для управления огнем применялись прицелы, которые обычно применялись в полевой артиллерии. Поскольку самоходная гаубица в основном использовалась в качестве орудия полевой артиллерии. И стояла на вооружении танковых дивизий в артиллерийских полках. Самоходная гаубица производилась серийно. Всего в период с 43 по 44 год было изготовлено более 700 самоходок «Хумель», что в переводе с немецкого «Шмель». «Хумель» была последней тяжелой артиллерийской самоходной установкой, разработанной компанией «Алкет» и установленной на спецшасси. Двигатель, как и в случае САУ «Насхорн», располагался впереди, что дало возможность уменьшить высоту боевого отделения. Орудийный ствол находился на высоте 2300 мм, что было неплохим показателем для машин данного типа. С самоходкой могли уничтожаться любые цели, в связи с чем спрос на самоходную гаубицу, как на средства огневой поддержки, был очень высоким. Но промышленность не могла в полном объеме удовлетворить запросы армии, и эти самоходки поступали на вооружение только в элитные части. Орудия прототипов были оснащены дульными тормозами, однако серийные машины их не имели. О себе давало знать нехватка стали высокого качества. Кроме того, выпуск дульных тормозов требовал дополнительных ресурсов и времени, которых не было. Неконвейерная сборка также давала о себе знать. Однако Шпеер неконвейерную сборку бронетехники представлял как добродетель, говоря о том, что германская промышленность не приемлет американский и российский конвейерный метод, а полагается в основном на квалифицированный немецкий труд. Хотя именно не менее больших предприятий стало причиной того, что германская промышленность не выдержала соревнования с танкостроением антифашистского блока. Серийная броня немецкого производства делилась на несколько групп по марке стали и толщине. Наряду с гетерогенной броней все-таки больше выпускалась гомогенной. Бронелисты по технологии производства разделялись на броню с поверхностной закалкой и равномерно закаленной. После потери Никопольского бассейна в Германию уменьшились поступления марганца. Никель доставляли только с севера Финляндии. Постоянный недостаток легирующих сталей стало причиной того, что резко ухудшилось качество серийной брони. Лобовые листы корпуса Королевского Тигра или Пантеры зачастую попросту раскалывались при попадании советских 100-мм или 122-мм бронебойных снарядов. Устранить данный недостаток пытались навешиванием защитных экранов, увеличением углов наклона и толщины бронелистов. Из броневых марок стали, имеющих пониженную лигируемость, и так и не нашли конструктивного материала удовлетворительной снаряда стойкости. Боекомплект самоходной гаубицы ограничивался 18-ю выстрелами, размещавшимися в боевом отделении в боеукладках. Поэтому приходилось использовать подвозчики боеприпасов, которые являлись теми же САУ, однако не имеющими вооружения. Четыре самоходные гаубицы обслуживались примерно одним транспортером боеприпасов, однако этого было явно недостаточно. На производство значительно большего количества вспомогательных машин шасси танков попросту не хватало. Самоходную установку «Хумель» никогда не использовали как штурмовое орудие. Для этого самоходка должна была войти в состав артиллерийских частей, которые располагали оборудованием для управления огнем. В танковых подразделениях в данной поддержке необходимость отсутствовала, однако там самоходка становилась дополнительным огневым средством, способным вести огонь прямой наводкой по целям, которые были видны наводчику. Несмотря на то, что «Шмель» в этой роли себя отлично показал, его использование в данной роли было равносильно стрельбе по воробьям из пушки. Но Восточный фронт в 43-м году являлся таким театром военных действий, где в расчет в первую очередь бралась огневая мощь. Название самоходки «Хумель» было безобидным и нейтральным, но 27 февраля 44-го года Гитлер приказом по немецкой армии запретил использовать для обозначения машины это слово. В войсках первые САУ появились в мае 43-го года, а их боевое крещение прошло под Курском летом того же года. Сначала самоходки поступили на вооружение войск СС, а потом и вермахта. В немецких войсках по состоянию на 10 апреля 45-го года имелось 168 машин данного типа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok